Всем привет! Вы зашли в плейлист обретения зеленого пальца. Это второе видео. И сегодня поговорим о покупке червя и емкости для его заселения в домашних условиях. Итак, первое, это где будет жить червь. Этот вопрос нужно решить обязательно до покупки червя. Я выбрала ящичную систему компостирования. Эта система хорошо описана Томасом Барреттом. Это исследователь дождевых червей, автор. Кому интересно, поищите в интернете, на зарубежных сайтах, подключите в гугл-переводчик и прекрасно все можно прочитать. Это, конечно, больше подходит для фермеров, но вполне можно подстроить все под себя для своего удобства. Здесь важен сам принцип работы. Я приобрела мясные ящики. Они размером в 600-400 на 200. Ящики. Эти ящики пластиковые, предназначены для пищевых продуктов. Они очень крепкие, нет никакого постороннего запаха. Они еще хороши тем, что имеют большие боковые отверстия по всему периметру. При этом борта невысокие, и если их ставить друг на друга, будет очень хорошая вентиляция. К ящика можно приобрести вот такие тоже пластиковые крышки, но в этом нет необходимости. Вместо крышки я использую плотную хлопчатую ткань. Если нет ткани, используйте плотный картон. Это покрывать ящик для того, чтобы меньше было испарения. Дно у этих ящиков сплошное. Ну и как видно, что они непрозрачные. Это хорошо, так как червь свет не любит. Итак, перед заселением червя ящики только промыло чистой проточной водой. Все. Никаких отверстий здесь, как видите, нет. Хотя в обычных вермикомпостерах это предусмотрено. Соответственно, и никакой емкости, и до слива жидкости тоже здесь нет. Все это лишнее. Я считаю, что это мое личное мнение, что образование жидкости – это неправильный контроль влажности субсоракта, где, собственно говоря, живет сам червь. А если человек вообще целенаправленно поливает водой, чтобы образовалась вот эта стекающая жидкость, и ее люди называют еще вермичаем, я считаю, что это делать вообще нецелесообразно. Ну, во-первых, когда вода проходит через биогумус, он скуднеет по составу. Смывается защитная слизь червя, затапливаются все его ходы, а это воздух для червя. Все знают, что червь дышит всем телом. Если субстракт перенасыщен вот этой водой, он просто задохнется или убежит. Во-вторых, большое количество воды – это кислотность, и отсюда отравление червя. Ну, и в-третьих, большая влажность плюс эта кислотность – это значит, что у вас могут появиться еще не только черви, но и, например, гриндаль, мошки, клещи и так далее. Поэтому, если уж очень хочется жидкое удобрение, возьмите просто готовый биогумус, разведите его в теплой воде и дайте настояться там в сутки в темном месте, в теплом. И поливайте. Это мы сделаем вообще в других видео. Теперь понятно, что самый важный момент – это контроль влажности, который должен составлять примерно 70-80% и кислотность от 65 до 75. Это тоже подробно мы разберем в следующих видео. Что еще сказать? Ну, для начала, я думаю, что трех ящиков будет достаточно. Итак, где будут содержаться черви и производить биогумус, я уже рассказала. Теперь сами черви. Изначально приобретать их планировала в Гриндпике. Это довольно-таки крупный производитель в России червей и биогумуса. Находится в Москве, по-моему, у метро «Шоссе энтузиастов». Кому интересно, зайдите в интернет, посмотрите, забивайте приобрести черви или биогумус, и сразу высвечивается эта компания. Компания создана довольно-таки давно. Там, кстати, работал сам Игонин. Это человек, который вывел популяцию червя-старатель. Почитала, посмотрела. Я сейчас говорю не про заметки какие-то в газетах, а довольно-таки серьезные издания. И согласна только с одним, что они сделали большую работу по развитию вермикультивирования. Но вот каких-то научных, таких глобальных исследований нет. Их просто не увидела. Все выводы сделаны только на данные зарубежной литературы. Все. Даже вот возьмите книгу Игонина, которую он выпустил в 95-м году. Называется она «Как повысить плодородие с земли в десятки раз с помощью дождевых червей». Почитайте, содержание вообще не соответствует названию. Нет четкости вообще. Мне не нравятся фирмы, которые ведут агрессивную рекламную кампанию. Вот я считаю, что это как какое-то зомбирование людей. Но это мое мнение. Это такое маленькое отступление, где изначально я хотела приобретать червей. В итоге купила у частного лица. У него непромышленные масштабы. Для меня очень важно было это самовывоз. Деньги по факту покупки. И я увидела, как работает человек. Явки, пароли говорить здесь вообще нет смысла. Так как я приобретала у него тоже первый раз совсем недавно. Это было 6 февраля. Рекомендовать не могу, чтобы не было неприятностей. Интернет, отзывы, форумы. Каждому в помощь, кто хочет купить. Черви были упакованы вот в такие шитые черные дышащие мешки. Из плотного спонбонда. Конечно, отличная идея для упаковки червя. Просто замечательно. Приобрела я одну семью. У продавца это 1500 штук. И сюда входило 300 взрослых особей, 600 мальков и 600 коконов. И находились они в собственном субстракте. Общий объем был примерно в половину этого мешка. Я их, конечно, не пересчитывала, но на первый взгляд, когда я их заселяла, их было довольно-таки много. В мешке все было чисто. Я имею в виду, были только черви. Не было посторонней живности. Хотя вот часто я читала в форумах, в отзывах. Бывает такое, что вместе с червями люди приобретают и живность. Это типа вот гриндоля, клещей. Поэтому самый хороший вариант, это сначала посмотреть, а потом купить. Помимо этого, я еще приобрела биогумус 20 литров. Хотелось посмотреть не только на червя, но и то, что он производит. Храню его в пакете, в закрытом, в темном месте. Единственное, что я сделала небольшое отверстие, чтобы дышал. Потому что биогумус это живая масса. Я в первом видео показывала качество этого биогумуса. Мне он очень понравился. Отличный. И вам хотела показать, так для сравнения, небольшое отступление. Этот биогумус я всегда покупала, всегда его использовала. Покупала вот данный пакет, по-моему, в обе. И хочу вам показать для сравнения. А это качество биогумуса, которое мы с вами покупаем в магазине. Вот. Одна пыль. Это, знаете, сравнимо просто вот набрали землю у меня с огорода. Вот такое качество. Сравнить есть с чем. И выводы сделать можно. И в заключении хочу сказать, что черви перерабатывают органические отходы высококачественного удобрения. Это биогумус. И человек, который понял, что такое биогумус, не станет искать что-то лучшее. Его просто нет. У меня на сегодня все. Следующее видео будет на тему приготовления и ферментирования, компостирования, корма для червей. Пишите в комментарии свои мысли. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok